Дамы и господа, а как вы считаете, есть ваше семейское понимание? Здорово, замечательно, потому что это мы сейчас проверим. Для этого, Дамы, я прошу сейчас вас назвать не четырех, а человек любых, кому вы готовы предоставить вот это вот честь, чтобы продемонстрировать взаимопонимание вашей большой семьи. Это могут быть друзья, коллеги, родственники, родители, а все, кто угодно, четверых, кто? Паша, Лидер, Болгинку, Маска Мороз, Олег и Сафиров. Спасибо большое, пожалуйста, выходите, мы вас ждем, с вами плача, мы вас поддерживаем, друзья, давайте поддержим, и все, а? Вот у меня здорово получилось, четырех, четыре. Все очень просто. Друзья, знаете, есть такое утвержденное выражение, да, что можно понять друг друга с полуслова. Хорошо, а как вы считаете, с полувзгляда можно понять друг друга? А, ну тогда самый сложный вопрос, а может они понять друг друга с полужеста? Думаю, надо. Думаю, да, если постараться. Так вот, именно этим мы сейчас и будем заниматься, мы попытаемся понимать друг друга с полужеста. Скажите, вам знаком такой термин сурдоперевод? Да. Что это? Язык жестов. Язык жестов, совершенно верно, да, значит, даже по новостям, вот у маленького кошки, где девушка, вот так вот объясняла все слова. Вот, именно этим мы сейчас и будем заниматься. Я вам буду говорить фразы, ну, начнем с самого простого, с самого первого уровня. Я буду говорить разные фразы, существительные, которые вам нужно будет абсолютно без слов показать и в первую очередь донести до наших молодых, потому что они вам предоставили такую честь от их семьи проявить взаимопонимание, чтобы друг друга вы поняли. То есть все должно быть намного очень-очень доходчиво. Уважаемые дамы и господа, все, кто остался в зале, самое главное условие, вы меня не слышите, вы только видите наших участников. Договорились, и вам нужно будет попробовать понять все то, что я буду говорить, а они это будут должны показать. Только давайте, я буду говорить, вы смотрите на меня, смотрите на молодых, ладно? Итак, давайте начнем с самого простого. Покажите, пожалуйста, местоимение я. Ты. Вы. Пьете. На свадьбе. Горько. Отлично, молодцы. Давайте подержим аплодисментами участников. Круто. Ну это был самый первый уровень, самый легкий. Давайте сделаем немножко посложнее. Покажите, пожалуйста, собачку. Маленькую собачку. Маленькую злую собачку. Маленькая злая собачка оправилась. Покажите, пожалуйста, как вы едете на машине. На маленькой машине. На маленькой угнанной машине. Гораздо быстрее. Заметьте аплодисменты участников. Молодцы. Трудно. Отлично, здорово. Все, поняли вас. Все отлично получается. Вы, но сейчас будет самое сложное. Я буду сейчас защитывать письмо административно-бытового характера со смыслом, со своей логикой, которую вам нужно будет донести для всех сидящих в зале. Договорились? Еще раз напоминаю, вы у меня не слышите, вы только видите наших участников. Да, Маш. Уважаем, селиться заранее. Заранее селиться. Ты, Маленький, чувствуешь, что нужно будет изменяться? Вот. Ну, давайте посмотрим. Итак, поехали. Ты, сходи на базар и купи к праздничному столу 5 ящиков водки, 10 ящиков шампанского, баранью печень, говяжий язык, 2 килограмма красной икры, 10 яиц, 2 ящиков шампанского, и самое главное, не забудь, небольшой корешочек хрена. Аплодисменты нашим участникам! Ну, давайте сбросим, давайте сбросим наших молодых, скажите, пожалуйста, Даниилу. А, эй, вам все было понятно? Здорово, замечательно. Ну, я там эксплуатировал. Сходите, мы каждому из нас сейчас подарим ваши заслуженные подарки. Оставайтесь, сейчас мы с удовольствием вам их вручили. Тут ты получаешь подарок, может проходить на своем месте, да? Как вы думаете, вот в какой молодой семье, которая только-только появилась, только-только заработилась, есть взаимопонимание? Да. Я думаю, да, кто-то уверен, кто-то не уверен, что есть взаимопонимание. Ну, чтобы взаимопонимание, да, и даже прикидываться друг к другу, привыкать. Поэтому я предлагаю, давайте мы сейчас вместе с вами проверим, какое взаимопонимание в их молодой семье. Для этого под громкие аплодисменты с удовольствием наших молодых приглашу вас на нас. С вами, пожалуйста. Прошу вас, пожалуйста, присаживайтесь спиной друг к другу. Итак, дорогие друзья, все очень просто. У нас есть с собой вот такие вот таблички, которые я сейчас раздам. Табличка «Я муж, мы отдаем ей листья». Табличка «Я жена, мы отдаем мужу». Все на самом деле очень просто. Я думаю, те люди, которые не первый год в браке, со мной согласятся, что чаще всего, друзья, бывают ссоры практически на пустом месте из-за бытовых проблем, когда не могут определиться, кто выкидывает мусор, кто заправляет постель, кто не помыл посуду, кто будет готовить, кто будет работать. И такие бытовые вопросы чаще всего становятся вот именно гвоздем ссоры, которая в итоге потом, ну, может перелиться в большую ссору, да, или наоборот, очень быстро растворится. Поэтому мы сейчас попробуем избежать, чтобы у наших молодоженов этого никогда не было, и посмотреть, как же в их семье будут справляться с бытовыми проблемами. Все очень просто. У меня здесь есть вопросы. Вопросы бытового характера, на которые вам нужно будет отвечать вашими табличками. Если на мой вопрос, да, например, Данил, ты считаешь, что должна делать жена, ты поднимаешь табличку жена. Ну, естественно, давайте будем честны, будем не подлядывать друг за другом, я думаю, потом на видео и по оценке зала вы сами все поймете, да. Если, например, Элира, вы считаете, что на то, что я спрошу, должен делать муж, можете поднять табличку муж. Если оба, можете поднять две таблички сразу. То есть я и муж, или я и жена. Две тоже можно поднимать. Вы готовы? Ну, давайте посмотрим, дамы и господа. Итак, первый вопрос. Кто в ваших отношениях будет главный? Отлично. Давайте поддерживаем. Аплодисменты. Молодцы. Здорово. Отлично. Хорошо начали. Поехали дальше. Второй вопрос. Кто будет больше зарабатывать? Замечательно. Давайте поддерживать. Скажите, а кто в вашей семье будет больше тратить? Замечательно. Отлично. Здорово. Молодцы. Итак, следующий вопрос. Скажите, кто в вашей семье будет любить подольше поспать? Спасибо. Аплодисменты. А, да. Данил, тут просят табличку чуть-чуть разворачивать, чтобы было видно. Да, спасибо. Итак, следующий вопрос. Кто будет в вашей семье приносить кофе в постель? Молодцы. Здорово. Замечательно. Скажите, кто в вашей семье будет не есть после шести? Скажите, а кто в вашей семье будет готовить? Отлично. Здорово. Замечательно. Итак, следующий вопрос. А кто будет после этой готовки мыть посуду? Молодцы. Здорово. Итак, следующий вопрос. Скажите, кто в вашей семье будет устраивать беспорядок? Ну, тогда вопрос следующий. А кто будет прибираться? Итак, продолжаем. Скажите, а кто в вашей семье будет дольше собираться на важную встречу? Здорово. Спасибо. Скажите, а кто в вашей семье будет больше рад приезду родителей в гости? Скажите, кто в вашей семье будет водить детей в садик? Молодцы. Отлично. Здорово. Ну, и последний вопрос. Кто будет больше любить свою вторую половинку? Спасибо вам большое, уважаемые молодожены. Можете вставать. Я думаю, вам все было понятно по оценке зала. Я думаю, вы будете потом на видео посмотрите, над чем можно будет еще немного постараться. И что у вас уже получается отличнее. Даже я бы сказал так, просто идеально. притом спасибо вам огромное за ваше взаимопонимание. Пожалуйста, проходите, занимайте ваши почетные места за столиком президиума. Ну, и, конечно, я думаю, все равно время наполнить бокалы и поднять их за это простое вроде бы чувство, но которое нужно каждому, в каждой семье за взаимопонимание. Как можно выше бокалы, чтобы вы понимали друг друга и с полу слова, и с полу взглядом, и даже с полу шеста. Опа! Как тебе не издеваться, не грустить от разных лет, в нашем доме Василию за замечательный сосед. Мы соседи, и не знали, и не верили, и не земли, и все ты краешь на франите, и другие. Пам-пам! Папа-рапа-пам-пам! Папа-рапа-пам! Папа-рапа-пам-пам! Папа-рапа-рапа-пам! Аплодисменты, мальчиков! Молодец! Так я судьбу, а судьбу не могу. Я не хочу. Привет! Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, после меня встал и проголосил. Просли, только я знаю, что это будет. Эта девушка, знаете, про таких говорят, ну, это человек заряд. То есть, который не сидит на месте, он постоянно двигается, он постоянно на каком-то кипиши, ему постоянно что-то хочется, что-то нравится. Он готов за любое дело просто хвататься руками и ногами. Есть ли у вас кто-то на примете? Вот такая вот прям активная, активная, кто на всем этом? Девушка, ну, можно женщина, девушка. Ну, я всех девушек вижу, я женщин не вижу, по-моему, все девушки. Я думаю, тут даже не все восемнадцать есть, если приглядеться. Есть ли на примете? Любила Куприк, прошу вас. Ну, привет, Любила Куприк. Давайте поаплодируем, пожалуйста. И так, Любила, все очень просто. Наши молодожены вас выбрали не просто так. Они вас выбрали, потому что они решили, что вы самая-самая зажигалочка, которая на все готова, которая умеет делать все, которая за любую кипиш, которая очень активный и творческий человек. Поэтому сейчас все очень просто. У нас заиграет композиция. Вам нужно будет начать танцевать в стиле этой компании. Вам нужно будет попробовать ветернуть как можно больше народу на танцевальную площадку. Справитесь? Попробуйте. Ну, давайте поддержим Любилу громкими аплодисментами. И эта композиция специально для вас. Поехали. 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 Вашим условием было правильно сказано, что должны подружки-невесты ее выкупать. Я правильно понял? Да. Итак, мы хочу пригласить сюда всех подружек-невесты. Пожалуйста, девчонки, мы вас приглашаем на танцпол. Вот так вот нужно сейчас помочь жениху, безоучая от себя причем, вызвать сюда к нам невесту. Отлично, прошу вас. Можете приседить, чтобы вам было видно. Давайте, я предлагаю, может быть, мы уже выкупали. Парни, вам там сзади как? Вы уже готовы для невесту или еще нет? Дедащие, да? Какие мужики, а? Молодцы. Отлично. Итак, все очень просто. Задание будет следующее. Будет точно так же три композиции, которые нужно будет станцевать. После трех композиций у нас есть семь звуков. Звуки абсолютно разные. Или, скажем так, не от мира сего, они странные. Семь звуков. Я подойду выборочно к семи девушкам. Вам нужно будет просто эти звуки повторить. Договорились? Ну, это так вот на будущее, чтобы вы знали, какое будет задание и что нужно будет делать. Итак, первая композиция. Каждый из вас танцует. Кто так уверен, в вашем распоряжении все танцевали в площадке. Вы можете задействовать мужиков, которые украли невестку, чтобы они тоже тут танцевали. Но все как захотите. Мы не настраиваемся. Итак, первая композиция для вас. Прошу. Отлично, молодцы. Давайте поаплодируем девчонкам. Это было только первое задание. Это первое. Это первое. Так, сейчас задание будет посложнее. Девчонки, вам нужно будет ставить круг. В круг, пожалуйста. Давайте с вами возьмемся. За у тебя. Сделаем с вами круг. Отлично, молодцы. Вот как в школе. Давай сделаем наш... Подождите, подождите. Круг чуть-чуть поплотнее. Чуть-чуть похлотнее. Поближе. Итак, стоп. Не так, не так, сели. Не так, давай чуть-чуть назад. Отлично. За руки можно не держаться. Поворачиваемся спиной в круг. Спиной в круг. Мужики, мы вас приглашаем в середину круга. В середину круга. Да, потому что следующая композиция... Девчонки, нужно будет танцевать стилей этой композиции. Договорились? Ну, давайте попробуем. Итак, композиция номер два. Поехали. 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 М嫌. Ну и третье занание будет самое сложное. Вам нужно повернуться лицом к мужикам. Выпускайте их, не выпускайте. Потому что третья композиция, она вам подскажет, как нужно будет танцевать. Договорились, попробуем. Третья композиция, поехали. Отлично, молодцы, аплодисменты. Здорово, отверстие, пройдемте. Отлично, здорово. Ну и теперь, дамы и господа, раз не видно, здесь появилось, услышал о вас, девчонки, вашу энергетику. Вот тут ваш мотив, который вы здесь сделали, поэтому я приглашаю всех вас. Давайте займем ваши места, прошу вас, пожалуйста, за свадебными столами. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Дамы и господа, я хотел бы попросить всех вас, всех присутствующих, поднять вверх мизинец, на любой руке. Мизинец, пожалуйста, все вместе поднимайте, это совместно будет наш с вами тост. Друзья, все мы знаем, что означает этот палец. Этот палец означает мир и дружбу. Еще здесь мы говорили, мирись, мирись, больше не верись. Поэтому я желаю нашим молодоженам, чтобы в вашей семье всегда царила мир и любовь, и всегда была дружба, и мы никогда не ругались. Понимаете, все вместе безымянный палец, следующий безымянный. У него сейчас получается, да? Наши молодожены, вы доказали, вы доказали, Данил Эля, что это возможно, возможно найти свою вторую половинку. И если вы нашли ее, то ни на кого и ни на что ее не разменивайте. Договорились? Все вместе поднимаем следующий палец. Именно тот, о котором вы подумали, да, да, не стесняйтесь, поднимайте все вместе как можно выше. Да, дамы и господа, если вы знаете людей, которые против союза, которые между собой заключила сегодня эта замечательная пара, вы знаете, какой палец им показать. Договорились? Итак, поднимаем все вместе вверх указательный палец. Я желаю, чтобы на вашу первую годовщину, на ваш годик, вот все друзья, которые сегодня здесь присутствуют, все родственники, все близкие, обязательно пришли к вам. Кто его знает, дамы и господа, но что неужели будут не вдвоем, а втроем или в четвером, бывает такое. Ну и если вам понравилось все то, что сегодня я сделала и организовала для вас, это замечательная, крутая пара, то поднимите все вместе. Вот это пара! И поднимем бокалы как можно выше, за то, чтобы каждый палец использовался по его прямому предназначению. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эльбер, скажи, пожалуйста, ты готова? Сегодня проститься с твоим символом вечности, невинности, незамужества. Это с твоей фото. Друзья, сейчас перед вами будет проходить один из самых древних и самых красивых обрядов на свадьбе. Это снятие фаты. Снимают фото маму-нивесты, как символ ее замужества, который она будет хранить у себя дома. И так, прошу вас, пожалуйста, Марьян Зайдуловна, я попрошу вас снять фату с вашей дочерь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, а мама жениха Светлана Валентинова встречает новую дочь в свою семью. Друзья, нет больше жениха и невесты, есть молодой муж и молодая жена. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, конечно же, Даниил, прошу тебя, пожалуйста, встречай, встречай свою любимую, законную жену. Теперь ты ее можешь назовать каждый день, любить и отнимать ее. Теперь она в твоей семье, и она полностью твоя. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Живите в ладу и гармонии, и пусть будет жизнь ваша освящена репопию Петра и Петро. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень счастлив. Мы очень счастливы. Я очень счастлив. Мы все очень. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова